Как говорится, наш попарь. Рад приветствовать наших зрителей и подписчиков. Флажочек, кстати, наши третий везут. Я не знаю, если мы погибнем, можно, конечно, попробовать воспользоваться бустером. Посмотреть, как с бустером это будет все выглядеть. Но пока подзащитником, друзья, просто двоих ваншотаем с вами. Давайте еще накинем на точку к ним как раз-таки. 2200, там, 1400 кому-то. Еще можно сразу по двоим противникам. Ваншотаем 1400, одного там и так без нас ребята добивают. Васьпе как раз-таки 2300 пойдет. Попадает под наш тарядик. Давайте еще сразу по двоим противникам. Отличненько, 1700 добиваем. Давайте, может быть, ссоречку. Парасу, вот таким образом. Там еще кого-то пробиваем. Можно еще попробовать магнумом. Отличненько, еще одного сливаем оппонента. Уже 24 килограммем, при этом ни разу не погибли. Друзья, приветствую всех на канале. С вами Mortal Hero. И в сегодняшнем ролике вместе с вами делаем заключительный обзор на одно из устройств. На пушку магнум, которая у нас имеется в ивенте командный контракт. И у вас еще есть время, если вы ранее не обменяли очки, как раз-таки заполучить, если же оно вам понадобится. Поэтому, в свою очередь, обязательно данный видеоролик не забывайте поддерживать. В виде пальчика вер. Конечно же, делитесь комментариями, кто, возможно, из вас какие все уже по итогу мероприятия взял устройства. А может быть, есть ребята, которые еще в раздумьях и до конца еще не знают, на что же потратить. Ну и, конечно же, если вы первые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Но я, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш, по-моему, личному тегу создателя контента. А именно, Immortal, привязывайте настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов. А именно, 2 миллиона. Ну и, помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоина. Все подробные информации есть на нашем серии в Дискорде. Присняйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также, не забывайте, заполняйте ту саму форму, которая есть в описании под этим роликом. На этом, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, потихонечку уже выдвигаться в матч. На вашем экране появляется информация об этом устройстве, как преимущество, так же и недостатки. Единственный наш недостаток, это урон. Минус 50% при прямом попадании по противнику. Преимущество, которое компенсирует его, это радиус поражения промежуточным взрывом 15 метров. Процент промежуточного поражения взрывом равен 250%. То есть, если же снаряд попадает рядом с противниками, этот радиус у нас около 15 метров, то мы наносим повышенный по нему урон, друзья. 3000 урона нашего противника на среднем корпусе мы сразу же ваншотаем. Я сегодня предпочел взять защитника, который наш не повышает урон, но при этом достаточно эффективный в плане брони. Посмотрим, сколько с ним играется на магнуме эффективно. Кстати, 285 урон зарядил, но это прямо выстрел, который, к сожалению, попадает по противнику. То есть, надо привыкнуть к этому устройству, потому что стрелять нужно как можно чаще мимо противника, но при этом, чтобы радиус был не больше 15 метров. Тем самым, можем вот такие цифры урона выдавать по противнику, и иногда даже и того круче. Так, передаем огромный шприет АСЕ, Алмаз. Ну и давайте, наверное, кидать по противнику. Кстати, карта достаточно неплохая. Дальняя игра как раз-таки на данном вооружении, на магнуме. Если у нас еще ребята будут вполне справляться в атаке, тогда мы, наверное, тут с вами и останемся. 350, но это совсем мало, конечно, я в своем случае уже имею КД двойного урона, но хотелось бы побольше. Так, рикошетику 747. Заодно, может быть, кто владеет данным устройством, играет. Напишите, что вы думаете по поводу этого вооружения, потому что в моем случае 3300 урона сейчас залетело. Это, конечно, если же приловчиться, я думаю, что вполне играбельное может быть вооружение. Вооружение, друзья, 3500, 1700 залетает по нашим противникам. Давайте еще раз добавляем. Напомню о том, что не так давно у меня появился новый YouTube-канал, на котором мы вместе с вами прокачиваем новый аккаунт исключительно на мобильной версии. То есть я играю с телефона и вместе с вами делюсь своими результатами и успехами. Поэтому все, кто желает подписаться, оставляю ссылочку в описании. Будет интересно, кстати, если поделитесь своим опытом игры, ну и, конечно, определенными советами, которые мне направят на верный путь. 700 урона по противнику точным выстрелом, получается, нанесли мы. Так, Васьпика, кстати, на дистанции. Сможем ли мы попасть рядом? Как раз-таки урона совсем не залетело, обидно. Так, лизитки, давайте рядом. Как раз-таки в 15 метрах 2800. То есть шанс реально в ваншоте средних корпуса у нас имеется, если разыграться. Так, антро. 1600 вполне тоже неплохо. Без повышенного урона, друзья. То есть, если мы возьмем бустеры, я думаю, что мы с вами, наверное, будем носить просто урона, конечно. Ну, не в разы больше, но, опять же, позволяющие нам уже ваншоты средних корпуса. Может быть, порой и тяжелые. Так, ребятам привет огромнейших, кто там к нам приснился, кто уже в матче. Обязательно еще видеоролик. Как говорится, наш попаре. Рад приветствовать наших зрителей и подписчиков. Флажочек, кстати, наши третьи везут. Я не знаю, если мы погибнем, можно, конечно, попробовать воспользоваться бустером. Посмотреть, как с бустером это будет все выглядеть. Но пока подзащитником, друзья, просто двоих ваншотаем с вами. Давайте еще накинем на точку к ним как раз-таки. 2200, там, 1400 кому-то. Еще можно сразу по двоим противникам. Ваншотаем 1400. Одного там и так без нас ребята добивают. Можно кинуть парсу, который выдвигается. Вот таким образом 1000 залетает по нашему оппоненту. Давайте скорпиончика, может быть, накинем как раз в радиусе 15 метров. 1500. Возможно, ребята еще и почитают использовать защитника, а может быть, и какого-нибудь Криса. Ну и, конечно, возможно, модули. Единственное, пока что резист я вижу от нашего вооружения, которое вроде как не сильно критично. Должно влиять на наш результат. Так, наши ребята уже 5 флагов привезли. У нас вроде как 10 флагов. Ограничение в формате подобном. Мы с вами имеем 13 кидов. Третью пока позицию. С условием тем, что мы флаги с вами не возим. Давайте прямо на точку к ним накинем. Вот таким образом залетают. Так, при этом передали. И давайте, наверное, еще Тесли накинем. Хотя бы точно выставим 1600. Конечно, нужно как можно больше стараться рядом с противником накидывать снаряд. Тогда у нас гораздо будет эффективнее результат. Ну и сам урон, да, по итогу. В момент как раз таки, когда прилетает рядом с нашим оппонентом. Так, Васьпику. Сможем, не сможем? Васьпик как раз таки 2300 пойдет. Попадает под наш тарядик. Давайте еще сразу по двоим противникам. Отличненько. 1700 добиваем. Давайте, может быть, Сосуречку. Парасу. Вот таким образом. Там еще кого-то пробиваем. Можно еще попробовать Магнумом. Отличненько. Еще одного сливаем оппонента. Давайте, может быть, Твинсику рядом. Как раз таки, либо Хантеру. К сожалению, никому там не залетел. Уже Твинсая так наши ребята разобрали. Изидки. 503 залетел по Рикошету. Изиду, конечно, там уже успели нас перед нами слить. 466 по противнику. Маловатенько. Рядом не получилось попасть, потому что ребята еще передвигаются. Нужно учитывать, конечно, момент, что ребята двигаются. Но упреждение как-то возможно стараться стрелять. Давайте сразу по нескольким. Хорошо. 1700 залетел. Друзья, 19 кило. Без всяких смертей. Не, ну карта прям еще и заверх, конечно, прям играется на Магнуме. Одно удовольствие. У меня Магнума, к сравнению, данного нет у нас на Маккаунте. Но я, честно говоря, с удовольствием бы поиграл. Так, давайте еще добавим урончик по противничку. Отличненько. Кого-то маншотаем. Кого-то оставляем уже битым. Так, там, наверное, вряд ли залететь. Да, неизвенность противника. Да, чуть-чуть бы побольше. И можно было бы добивать. Так, ну, точно выставим 400. Маловатенько, конечно. Но напомню, что у нас не бустер. Да, если у нас в целом 2500 урона с бустером на 25% было бы побольше. То есть около 3, а то и с копейками. Так, Хантер накинем. Еще и Тесли заодно там немножечко залетело. По 300 у нас нету двойного урона, к сожалению. Давайте добавим как раз-таки вот туда по нескольким оппонентам. Если ребята еще и в Равдисе будут стоять, тогда будут залетать очень даже существенно 1600. Это, кстати, без повышенного урона, господа. То есть я без ДТшки 1600 нанес. Так, ну, если прилавчиться, то чувствую, да, реально средние танки можно просто отправлять на раз. Так, рикошетику давайте накинем. Врагиус как раз-таки 1800 залетело четко. Давайте еще накинем Хантеру. Как раз-таки, ну, 1000 залетело. Тоже, в принципе, не так уж и плохо. Так, Твинсику. 3,5 тысячи просто крит залетает в совершенстве какое-то, потому что мы могли реально чуть ли не тяжелый танк уничтожить. Так, Аросу накинем. 1600 залетело. Ребята наши добивая, давайте туда как раз-таки. Ребята разъехались. Ну, 500 залетело по нашему оппоненту. Так, Тесле, может быть, в радиус сейчас получится накинуть 1100. Но я не знаю, честно, как ребята нам собираются напротив дефить, потому что у нас, по-моему, какая-то полная доминация происходит на карте. Мы с вами уже 24 километра имеем, ни разу не погибнув. То есть к нам даже никто не добрался. Крит заретел неплохой. Фризика там надо по-хорошему добить. Давайте, наверное, без двойного урона. Ну и, к сожалению, там Фризик уже сумел прибраться ближе к нашей базе. Давайте накинем 241 без повышенного урона. Минки вроде как наши неплохо работают. Давайте еще раз добавляем. 600 критом. Ну и, конечно, надо чуть-чуть подальше сижу, чтобы снаряд залетал. Тогда преимущество будет в разы больше в таком случае. Так, у меня Крусседровый Райф имеется. Вот только куда залить, потому что противника себе прячется. Можно туда Скорпиону попробовать. Отлично, 2000 залетело. Шарика раздает. Давайте, может быть, рядом как раз-таки немножечко 500. Не так много. Но момент, когда, конечно, получается, когда реально залетает в максимальном радиусе, 15 метрах от противника, урон прям существенный. 2800. Но это, возможно, еще и противник был без двойного урона. Без двойной защиты. В случае, когда, конечно, где-то рядом, не такой уж урон и существенный. Даже обычный Магнум будет в этом аспекте эффективнее. Так, Хантру накинем. 1100 давайте сосульчку заряем как раз по нескольким целям. Вот так вот сразу двоих разобрали. Так, можно еще Васьпику накинуть, которого пока никто не слил. 800 залетело без двойного урона. То есть без ДДшечки. Там, ребята, нам точку передвигаются. Давайте накинем. В радиусе небольшом 700 залетело без двойного урона. Можно еще добавить, попробовать. Точным выстрелом не так много будет, зато другому 1000 мы с вами наносим. Так, можно попробовать как раз-таки Васьпику, если он не погибнет. Васьпик и так погибает, потому что наши ребята его добивают. Так, ну что же, кому накинуть? Может быть, Аросу попробовать в небольшом радиусе. 1600 кому-то залетело. Тут мешаем нашим ребятам маленечко. Давайте туда по легким танчикам. Может быть, залетит 3000 прям ваншот на средний танк был бы. Так, добавляем еще. Ну и тут ребята уже по итогу доставляют последний флаг в этом поединке, друзья. Ну что я могу сказать? Очень, честно говоря, играть на Магнуме с еще высоты, да, когда мы находимся как раз-таки за верхнюю сторону на карте лишена. Прям кайф. И при этом мы ни разу не погибли. 29 килов без всяких смертей. С нами, кстати, тоже играл Аса. Может быть, даже на Магнуме. Честно, не обратил внимания, как у окружения. Но тоже показатели говорят сами за себя. Поэтому, друзья, делитесь своими комментариями. Как по мне, в случае, если же вы грамотно реализовываете данное вооружение и при этом приловчились, да, разобрались в механике его, то я думаю, что вполне вариант может быть эффективным в нашей игре. Свою очередь, конечно, не забывайте видеоролик поддерживать активность в виде пальчика вверх. Обязательно делитесь своими впечатлениями и комментариями по поводу этого устройства. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова